Я надеюсь, вам не надоел еще Амстердам, потому что мы уже посмотрели просто на город, новые районы. А сегодня мы отправимся смотреть на послевоенный Амстердам, потому что здесь тоже увлекались идеями модернизма и строили панелечки. А сегодня активность это реновируют или даже сносят. И посмотрим на некоторые особенности, как решают социальные вопросы, что появляется взамен типового жилья. В общем, я думаю, должно быть интересно. К тому же для нас это очень актуально, и нам предстоит еще заниматься всеми этими районами, коих у нас предостаточно, намного больше, чем в Нидерландах и в Амстердаме в частности. В общем, пойдемте изучать чужой опыт и делать выводы. Рядом с домами есть большой парк с прудом, и это самый большой пруд в Амстердаме. Но нам интересна вот эта конструкция. Два года назад здесь был открыт культурный центр, и в прошлом году это было, по-моему, здание... Ну, короче, это здание завоевало какое-то место в каком-то архитектурном конкурсе. Да, я знаю, я мастер деталей, но опустим их сейчас. Но интересная предыстория этого места, потому что в 2003 году город планировал отдать вот зону вокруг пруда под застройку. То есть хотели уплотнить район. И жители этому всему очень сильно оказались недовольны. И, в общем, их поддержали политики некоторые. И плюс начался кризис 2008 года. И это стало идеальными условиями для того, чтобы появился такой центр, чтобы на него выделили деньги. И, получается, активисты застолбили это место. И теперь здесь происходят всякие урбанистические, социальные штуки с комьюнити. И, получается, что место работает, и снести его теперь еще сложнее. И, в итоге, город отказался от этих планов. Но давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там и как вообще происходит. Такс, тут у нас часы работы. Безбарьерная среда, обратите внимание. А сзади велопаркованка. Куда же без велопарковок в Нидерландах? В прошлом году здесь был построен вот такой замечательный комплекс, где проходят разного рода выставки, в том числе про историю района. И, я так понимаю, что здесь можно собираться комьюнити и что-то обсуждать. Вот сейчас выставка, я так понимаю, посвященная мебели модернистской эпохи проходит. Потому что здесь все такое немного модернистское. И, судя по всему, вот история района, что как строилось сравнение по населению. Ну да, видим в целом про эпоху модернизма. Но обратите внимание просто на, наверное, детали. То, что много дерева, очень много света, проницаемое пространство, которое как бы приглашает зайти. Здесь же, естественно, есть туалет и небольшая, даже не знаю, небольшая кухня, небольшое место, где можно попить кофе, вина, пиво. Все это здесь продается. И, в том числе, есть печеньки. Довольно важно, что в центре пытаются сохранить, знаете, атмосферу 1950-х годов. То есть, до того времени, когда все это примерно застраивалось, чтобы передать историю места. Потому что все это планируется создать предреновацию. История должна жить, и должна быть связь поколений. И этот центр выполняет еще вот такую важную социальную функцию. А не только образовательную или создание сообщества. Интересно, что во время строительства этого центра создали детскую площадку. Но она может вам напомнить велопарковку. И это специальный подход, который был очень популярен во второй половине 20-го века, что детские площадки должны быть простыми. Не нужно додумывать что-либо за детей. Они сами все нафантазируют и будут вот с этим играть. И этот подход получил очень большое распространение в Советском Союзе. Если вы помните, вот металлические детские игровые, там, я не знаю, круговые, не круговые. В общем, здесь это попытались воссоздать. Только, как вы можете заметить, не стали красить яркими красками. А вот создали саму форму тех детских площадок. Заодно в районе появился новый парк на месте пустыря, я так понимаю. И здесь ландшафтные орхитекторы попытались воссоздать настоящую природу. И свойственную именно для этого места, которое, к сожалению, было потеряно. Но кроме всего этого, здесь появились и новые функции. Например, контактный зоопарк детский. И говорят, что такие площадки есть практически в каждом районе. И, кроме того, здесь проходят различного рода мероприятия. Такие контактные зоопарки – это часть образования, я так понимаю, молодых голландцев. Им объясняют, что и как вообще происходит в природе. Даже водят сюда несколько раз в год, чтобы показать, что когда-то надо стричь, например, овец и так далее. И более того, в многих школах даже есть мини-мельницы, где рассказывают, как молотить жилье. То есть это еще сохранение своей самоидентичности. Очень классно сделан проход на плавающих настилах. То есть ты идешь и чувствуешь воду, потому что пол шатается. И в целом, посмотрите, какая красота. И здесь стоит начальная школа. К сожалению, внутри снимать, опять же, нельзя. Но обратите внимание, что полное единение с природой. И при том нет боязни, что кто-то там может утонуть. Потому что, видимо, воспитывают, что нужно думать своей головой. А ровно через мост от школы есть вот такая зона для игр. И вы, опять же, не увидите здесь какой-то ксиловской детской игровой. Здесь рельеф и натуральные материалы. И ребенок может познавать мир вокруг себя, свои силы, природу, физику и прочие вещи в контакте с природой. И, кстати, интересно, что здесь пытались не только как бы воссоздать природу, а полностью экосистему, которая была свойственна для этой территории, которая, опять же, была потеряна. И, например, здесь сейчас очень много водится зайцев. Вот. Просто на городской территории есть такое. И еще вот такая красота. И, видимо, какой-то мост. Или... А, ребята, это переправа. Блин, как же круто. Знаете, у нас вот любят сбегать из города на дачу, чтобы к природе поближе, чтобы, знаете, избежать этого всего стресса. А здесь создают такие условия, что... А стресса нету. Если ты ходишь в природу, иди просто в парк. И это очень разумный, мне кажется, подход и правильный. И если вот мы были, получается, в дикой зоне, то это уже более облагороженное. Здесь даже есть место для кострича. Вот. Представляете, что можно прийти с друзьями и устроить большой огонь прямо в городе, сидя на берегу речки. Ну, а кроме всего прочего, здесь вот такая поляна с... Не знаю, со столами, где можно что-то проводить. И вот с такими гамаками. Там даже чуть дальше есть, кажется, площадка для игры в мини-гольф или что-то подобное. И ворота. Все. Просто, по сути, поляна. Но при том, она наполнена жизнью. А, вот там, судя по всему, еще общественный огород. А вот там чуть дальше уже какой-то общественный центр. Видимо, как оператор этого парка. Ну что, расскажите в комментариях, хотели бы иметь такой парк у себя в районе. Или бы здесь все сломали, обязательно бы все пожгли и так далее. Напишите в комментариях, к слову, особая гордость Амстердама, то, что они вернули в город Воробьев. Они пропали где-то лет 40 назад. И вот где-то 5 лет назад только вернулись в город. И, кстати, я очень вам советую посмотреть «Жизнь глазами кота». Этот фильм показывали на московском урбанистическом форуме. И он, как ни странно, ведется со слов кота. То есть кот повествует об экологии в городе. Как живут разного рода птицы, рыбы и прочие твари. И на примере всего Амстердама. И это прям очень классный фильм. Если вдруг будет возможность, очень рекомендую. Ну и еще раз глянем на красоту и пойдем дальше. Вообще, хочу напомнить, что у меня было видео о новой набережной в Казани. Я назвал ее «Лучшей», потому что там как раз подумали не только, как сделать место комфортным и интересным для людей. Но также воссоздали экологию. И вот то, что нормы для Амстердама, пока я встречал в России только в Казани. И это очень печально, конечно. В Нидерландах есть дома 65+. Это дома, которые специализируются... Ну, то есть специализированное жилье для людей, которые уже в престарелом возрасте. Они адаптированы под специальные требования, например, колясок. И они подключены к системе медицинского реагирования. То есть в случае чего ты нажимаешь и все. Кроме того, здесь довольно распространены дома престарелых. Потому что если человек одинокий, ему может стать страшно, что он там, не знаю, где-то упадет. И поэтому здесь, кстати, еще очень часто любят объединять какие-нибудь детские сады с домами престарелых, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. В общем, довольно много совершенно разного жилья. Даже вот на таких окраинах города. Потому что мы очень далеко от центра. Недавно в этом районе появился вот такой дом престарелых. И вот эти вот выносные балконы, вообще с ними интересная история. Потому что корпорация заказала создание проекта, но написала там такое количество как бы апартаментов, что по земле просто не проходили. И вот, собственно, компания, которая предложила этот проект, она на самом деле в шутку, вот буквально от безысходности, наверное, вот так вот. Они нарисовали вот эти вот выносные блоки. И смотрите, приняли и построили. Удивительно, да? Да, бывает и такое. Вот это вот, наверное, сейчас многие не поддержат. Но здесь вот в рамках обычного дома иногда на первый этаж встраивают целую школу. И, не знаю, наверное, когда первый урок, когда дети шумят, жильцы не очень довольны. Но, наверное, за счет этого квартира чуть дешевле. И да, я хочу напомнить, что это старый район, который просто проходит реновацию. Частично через снос, частично некоторые дома, мне кажется, все-таки реновируют чуть мягче. Но, как факт, это вся застройка довольно старая, которая не оправдала ожиданий и устарела морально и физически. Несмотря на то, что в Нидерландах тоже было довольно много мигрантов, то есть первая волна это где-то 70-е года, наверное, когда приехало много, если я не ошибаюсь, марокканцев, здесь никогда не было социальной проблемы, примерно как в Германии или как во Франции, где всех мигрантов селили в отдельные кварталы, отдельные районы и получали просто социальный взрыв. Здесь всегда пытались миксовать разные застройки, и, собственно, то, что вот сейчас в рамках даже одного квартала или даже одного дома пытаются делать где-то, по-моему, 40% социального жилья, 40% для среднего жилья, для среднего класса жилья и 20% там любого другого, который захочется, девелопер, говорит о том, что это такая социальная страховка. Получается, что собственники 60% зданий платят чуть больше, чтобы компенсировать застройщику вот этот выпавший 40%, но это социальная гарантия, что ваш район не превратится в гетто, и это работает. Кроме того, сейчас тоже едет довольно много мигрантов, часто под видом сирийцев пытаются пролезть и другие уже арабы, но их не пускают сразу в город. Они живут в специальных лагерях, где проверяют, имеют ли они право претендовать на все это, если имеют, только потом выпускают в город со всеми документами, но, опять же, помогают им найти жилье среди голландцев, а не среди, условно, таких же, как они. И даже если возникает проблема социального плана, то что делают в Нидерландах, и в Амстердаме в частности? В самых плохих районах появляются самые хорошие школы, детские сады и парки. То есть через общественные пространства, через обучение пытаются, возможно, исправить не текущее поколение, но хотя бы будущее. Но, кроме того, ведь через детей идет также и условное воспитание, и социализация уже их родителей. О, смотрите, какая красота! Сколько же потерянного полезного пространства, но, тем не менее, район разнообразный, и за последнее время он очень сильно вырос в цене, и если раньше это считалось окраиной, я извиняюсь, жопа мира, то сейчас этот район стал вновь привлекательным очень сильно для девелоперов и для реноваций в том числе. Ну, а на заднем плане вы видите уже типичную такую пятиэтажку, которую как раз строили в 1950-х годах. Собственно, вот так строили 70 лет назад, вот так строят сейчас. Вот не очень понятно, это просто старый дом, который был построен некрасивым, или его таким сделали чуть позже, достроив балкон и верхний этаж. Но, тем не менее, вот старая застройка, и здесь, напротив, очень крутая школа, где, опять же, не разрешили снимать. Но обратите внимание, что здесь дорогу подняли до уровня тротуара и изменили мощение. Оно похоже на мощение тротуара. Никаких заборов вдоль улиц, то есть, если нужно высадить ребенка, ты спокойно это сделаешь прямо напротив калитки. И водители понимают, что это зона пешеходов, это не их зона, что они здесь гости. И вот это вот безопасность. И вот еще один пример нового строительства в старом районе. Опять же, возможно, это не какой-то шик, это самое обычное жилье для самых обычных людей. Но здесь есть разнообразие. Если, с одной стороны, шестиэтажки с небольшими довольно-таки квартирами, как я понимаю, то напротив, уже, например, со своими входами, с минимальным количеством соседей и довольно, ну как, жилье подороже, скажем так, классно выше. То есть, если ты даже вот жил в этом доме, ты захотел качественного улучшения своих условий, то есть не просто, что плюс еще одну комнату, а просто совсем иные ощущения от застройки, ты просто приезжаешь напротив. Дети не меняют школу, ты не меняешь привычных маршрутов, ты знаешь соседей, и все крыл классно, и нету никакого стресса. Еще в Амстердаме практически во всех районах есть вот такие публичные лягушатники. Это небольшие бассейны, где ты не сможешь поплавать, но дети смогут порезвиться в воде. Сюда каждое утро летом приезжает специальный человек, который вылавливает мусор, который проверяет качество воды, и дети контактируют не только с детскими площадками, с деревьями или еще с чем-либо, а в том числе с водой. Сейчас наступил вечер, и нас пустили в одну из школ, потому что все ученики практически ушли, и можно поснимать. У нас сегодня в России недооценивают архитектуру и как она влияет на людей и их поведение. И вот то, что здесь мы видим, очень много стекла, просматриваемые помещения, нету привычных таких казарменных коридорных школ и прочие вещи, это опять же очень сильно влияет на подрастающее поколение и то, какими они формируются. Вот эта прозрачность, это же, по сути, открытость для всего мира. Ты не закрываешься в ком-то кабинете, в отдельном мерке, а находишься в социуме и взаимодействуешь с ними. И опять же, если ты постоянно пересекаешься с детьми постарше или помладше, ты учишься контактировать с ними и взаимодействовать с социумом. И в этом плане архитектура очень сильно влияет, естественно, на формирование личности и то, каким он будет. И вот тут, к сожалению, у нас как было принято строить, я не знаю, полвека назад, так, к сожалению, и продолжают. Хотя это, конечно же, неправильно, потому что общество меняется и ценности тоже меняются. Знаете, мне кажется, единственное, что родит эту школу, например, с моей школой, где я учился, там первые три класса, к сожалению, закрыто, это то, что когда они моют полы, также ставят стулья наверх. А в остальном, ну, просто вот посмотрите на среду. Здесь ты можешь взаимодействовать как хочешь, ты можешь бегать, резвиться. И да, самое глупое, что у нас запрещают детям бегать. Дети, которые в силу своего возраста не созданы для того, чтобы долго сидеть на одном месте, на них ругаются, что они бегают по длинным коридорам. А что там еще делать, как взаимодействовать с этой средой? Здесь же у тебя столько сценариев, ты как хочешь, так и можешь поступать. И это же, это сила архитектуры, то, что здесь вот сразу подумали, что дети, возможно, им не нужно стерильное пространство, им и запреты. Им нужно создавать условия для развития. Внутри же, помимо самих аудиторий, которые идут по кругу, есть так называемое сердце всей школы. Это вот такое место, где пересекаются все учителя, все ученики, и происходит контакт. То есть полноценное общественное пространство, и оно специально так задумывалось. Вот видите, здесь есть входы-выходы практически со всех кабинетов. Вот здесь, кстати, сидит директор в таком, можно сказать, не знаю, в космическом корабле. У меня почему-то ассоциация с людьми в черном, и школа преуспевает. Если утром и днем здесь школьные занятия, то по вечерам обычно проходят различные уже районные активности и прочие социальные действия. А от количества дерева, мне кажется, в интерьере взвыл бы любой российский пожарник, потому что у нас все нельзя, все сгорит. И вроде у нас самые идиотские нормы по пожарной безопасности, и больше всех пожаров вообще в Европе. Как в лучших офисах, здесь есть вот такие переговорки. Или место, где можно уединиться, поговорить по телефону, или, не знаю, встретиться с товарищем. И вот опять же, когда все это только проектировалось, вот преподаватели со старой школы, которые были, вот считали, что все очень плохо, и вообще им не повезло в жизни, говорили, что здесь будут, извиняюсь, трахаться. И потому что, ну вот, действительно, дети были как это не подарок, и не было веры, что что-то можно исправить с помощью дизайна. Но, как выяснилось, это все теперь прошлое, история, так сказать. И очень сильно все изменились, когда изменилась среда вокруг. К слову, несмотря на то, что здесь очень много лестниц и переходов, есть лифт, где ты можешь добраться с самого первого уровня на любой другой. То есть сохраненная безбарьерная среда. Это столовая. Опять же, многоуровневого пространства. Много разведок хочешь там учиться, сиди на ступеньках за ноутбуком. Да, здесь учатся дети с 12 до 18 лет. И, как и вот в университете, который я вам показывал, здесь, вау, как хочешь, так и взаимодействуй с средой. Как тебе удобно учиться, так и учись. Знаете, тут вспоминается новость из Екатеринбурга, где захотели обставить столовую в виде цыганского барокка, чтобы побольше лепнины, позолатины. И это абсолютно трэш, конечно, что там предлагали. И сразу понятно, что у людей нет вкуса. И просто посмотрите вот на это пространство, которое, мне кажется, делалось на основе, там, не знаю, Старбаксы. И то хуже выглядит, чем это место. На крыше же была сделана спортивная площадка, потому что, а что пропадать полезному пространству. Ну и, кроме того, любой школьник на перемене может выйти на свежий воздух, при этом не покидая стен школы. Знаете, я редко себе позволяю такие заявления, но по школам очень хорошо видно, какая страна действительно великая, а какая нет. Потому что умные страны, там, где любят своих жителей и где политиков выбирают, там, все-таки, мне кажется, заботятся о будущих поколениях и, не жалея денег на образование, понимая его ценность. Вот так выглядит спортивный зал, и их здесь несколько, при том, что они довольно огромные, я бы сказал. Вот, к сожалению... А, стоп, ладно, я извиняюсь. Здесь это один большой зал, просто две двери, я подумал, что они разделены. И тут даже есть шкафчики с кодовым замком, и, видимо, некоторые отломали уже. Но, тем не менее, они есть. Интересно, что здесь также были сделаны специальные ворота для завоза чего-либо с улицы, и также вот трибуны с комментаторской, и какие-то огромные ворота. Видимо, тоже, что сюда можно завозить какие-то большие машины или декорации, и использовать пространство многофункционально. Вот, кстати, крайне важный момент, то, что здесь много дверей на первых этажах, на уровень улицы, то есть в случае пожара ты можешь выбежать. Здесь стоят специальные ручки, которые нажимаются, то есть если сзади подбегает толпа, то ты спокойно выйдешь. Но при этом, чтобы все не выбегали просто так, здесь стоит сирена, и поэтому, если кто-то нажмет и просто решит сбежать с уроков, то все об этом узнают, и я думаю, что мало не покажется за такое. Но самое важное, что, посмотрите, это вход. Это прямо вот, как, знаете, в лучших гостиницах, что просторное, много света, вот здесь вот сразу ресепшн, где тебе могут все подсказать. И главное, мы сюда зашли, нас не спросили никаких документов, все просто вот и понятно. И вот здесь вот доска объявлений с важной информацией, наверное, какой-нибудь, которую я не понимаю. А это, я честно, это поэтажный план, только не понимаю для чего. То ли на случай пожара, то ли если ты, в общем, просто не понимаешь зачем. Напишите предположение в комментарии. Вам наверняка интересно, как эта школа выглядит снаружи, а вот так вот, полностью черное здание. И архитектор, который нас водил, который делал это здание школы, она говорила, что задумка была сделать как айфон. То есть насколько гламурно, насколько классно. На этой школе уже несколько лет, но она выглядит современно и дико круто. И знаете, здесь не строят типовые школы, потому что каждый район уникален, каждые ученики особенные. Кроме того, у каждого директора есть свои амбиции. И поэтому здесь отошли от практики типовых школ и создают каждый раз уникальный продукт, потому что мы хотим, чтобы все-таки дети были уникальными, творчески развитыми. И все-таки действительно каждый ребенок уникален. И каждый, опять же, район уникален. И каждая комьюнити уникальная. И поэтому, да, где-то можно сэкономить, построить что-то типовое. Но вот здесь решили не экономить на детях и делать из школ конфетку, чтобы, я не знаю, потомки гордились, а дети любили свое правительство. Это местный ТПУ. Здесь остановка трамвая, насколько я понимаю, метро, электричек. И нет автомобильной парковки, только велопарковка огромная под эстакадами, крутое зеленение и автобусный ТПУ. А этот комплекс был построен совсем недавно. И здесь студенческое жилье и квартиры для тех, у кого это первая квартира. То есть, как правило, молодые семьи. Точнее, даже не молодые семьи, а холостяки, молодые. И поэтому довольно дешевое жилье. Но, тем не менее, оно не выглядит как дешевое. И это вот важно понимать, что когда вы делаете дешевое жилье, то оно не должно выглядеть как полное говно. Но, к сожалению, у нас только-только-только-только сейчас это начинают понимать. Здесь проходит магистральная дорога. Не улица, а именно дорога, в центре которой есть трамвай. При том, что на ТПУ сохранили пешеходные переходы наземные, поставили светофоры. То есть, приоритет пассажира и велосипедиста выше, чем автомобилиста. И вот это трамвайная остановка. И вы можете подняться сразу на электричку или на поезд метро без каких-либо лишних передвижений. Все максимально близко и удобно. И, казалось бы, это такая простая штука, до которой, к сожалению, у нас пока не доросли. Точнее, у нас когда-то так делали, но потом, когда начали массово ставить везде турникеты и зоны досмотра, такое стало просто невозможно. И в итоге людей просто прогоняют из общественного транспорта, потому что это становится дико и неудобно. Но рано или поздно нам все это придется исправлять. И хочется надеяться, что инженеры будут ездить в Нидерланды изучать, как здесь все устроено. Я не знаю, сколько вы увидели велосипедов в своей жизни, но умножьте это, я думаю, на два и получите примерно количество велосипедов на этой станции. А вот что интересно с автобусами, пересадка довольно недлинная, с учетом того, что здесь идут сверху эстакады, то можно даже дойти сухим. Но она так устроена, что вот видите табло, время, номер маршрута, куда едет, и платформа. И ты сразу отсюда примерно можешь видеть все остановки, то есть ABCD. Вот все платформы, они у тебя примерно, ты, кстати, до них можешь дойти, и расстояние примерно одинаковое, потому что они так вот здесь повернуты. Никакого растягивания вдоль улицы. Что ж, надеюсь, вам было интересно смотреть на Амстердам и его опыт реновации, потому что, знаете, вот когда я был в этом районе, то меня не покидало чувство, что это, знаете, такая капотня на максималках. Потому что там действительно очень много модернистского наследия, вот эти вот наши любимые панелечки. Кроме того, есть пятиэтажные, можно сказать, хрущевки. И в целом среда, которая очень свойственна российским городам. Все-таки, несмотря на то, что вот Нидерланды и Советский Союз жили немного в разных парадигмах, с разной экономикой, с разными ценностями, но все-таки архитектурная идея была примерно равной во всем мире тогда. И действительно, вот то, что мы увидели сейчас, совершенно не похоже уже на российские реалии, потому что, ну элементарно, они создают разнообразие. Потому что они поняли, что когда вы создаете огромные одинаковые районы, то есть одинаковые не только внешне, но и с точки зрения функционала, то есть когда примерно везде одинаковые квартиры, то это ведет к очень большим бедам. И чтобы их избежать, нужно вкладывать деньги в поддержание и в реновацию этих самых районов. Да, я понимаю, что в России, к сожалению, слово реновация немного испорчено, потому что когда говоришь реновация в регионе или в Москве, все сразу представляют, что ага, реновация, это значит бульдозеры, и никаких пятиэтажек, только сорокаэтажки. Нет, реновация бывает разная. И более того, сколько существует в мире города, ровно сколько же существует реновация. Это, естественно, довольно-таки процесс, но опять же, вот у нас немного испорчен вот этот вот весь термин. И если вам интересна эта тема, я хочу напомнить, что в Нидерланды я ездил вместе с Урбан-институтом, который проводит образовательную программу архитектуры и урбанизма. И следующий выезд у них будет в 2020 году, в апреле. И вся информация в описании к этому ролику. Там промокод, там всякие разные детали. В общем, если вам интересна эта тема, а я думаю, что она должна быть интересна всем, потому что люди живут в городах, комфортные города влияют на нас, на всех, и это действительно очень-очень важно. В общем, все внизу в описании. Там же, кстати, ставят ссылки на мои соцсети или как, например, стать спонсором канала и что это дает. В общем, спасибо большое ребятам из Урбан-институт, спасибо архитекторам, которые нас водили. Это было действительно очень интересно, познавательно и полезно. И если вы считаете точно так же, то поставьте лайк, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, потому что дальше будет не менее интересно. И что я могу сказать? Любите города и до встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!